мы говорим с вами друзья о мыслях я благословляю вас и вы должны знать что мысли это то чтобы определяет вообще вашу атмосферу внутри внутри вашего сердца внутри вашей души внутри вас поэтому в мыслях своих вы должны обязательно вот знаете где-то иметь понимание как как себя сделать по настоящему человеком победой человеком счастливым потому что что получается получается каждый из нас мы все нуждаемся в том чтобы знаете вот возглавло такое слово вам кто-то скажет хорошая ободрительная и у вас уже как будто воды свежей воды что получается вы оживаете оживаете его знаете вот что это такое кто-то просто высвободил мысль вы должны научиться сами высвобождать мысли вот в свою голову вы должны буквально знали правду что мы должны в какой-то момент становиться хозяевами своих мыслей иначе нас может просто унести понимаете унести течением знаете куда вот цунами прошло и вводы эти они нет су человека вообще куда-то человек не понимает что ему делать человек не понимает как его быть человек не понимает вообще что происходит мысли как написано глубокие вводы и мудрый учерпывает их то есть начинаешь грузиться внутри не грузись а начни вот просто размышляя расставляя все на свои места и ищите мысли которые тебя понимают если какая-то мысль она тебя не поднимает но это мысль значит тебе не нужна она не от бога если какая-то мысль созидает тебя ты чувствуешь как она приносит мир вот твоя мысль ну ты прямо вот вот ты прям нашел жизнь в ней ты прям нашел ответы прям счастливый откуда она эта мысль веры это мысль пришла понимаешь для того чтобы тебя оживить становитесь людьми которые можно сказать арсенал собирают у вас должны быть мысли вас должны быть мысли к на которых стоит ваше счастье на которых стоит ваша ваша радость ваша жизнь ваша победа но должны быть мысли с которыми вот вы вот вы пришли к этим мыслям вы нашли их и дали для примера возьмем когда у человека у него вот идет борьба борьба и какая-то болезнь водолевать какой-то недух одолевает и ты не знаешь что тебе делать ты не знаешь как тебе быть врачи говорят что все будет плохо ну как бы реальность сама за себя говорит о том что ничего сделать невозможно и вы оказались очень трудном положении благодаря вот какой-то проблеме в вашем теле ну вы хотите увидеть божье чудо выходе и убедите его но как можно увидеть божье чудо если вы понимаете это невозможно и вот здесь вот вы должны найти основания верить вы как бы молились но ответа не было за вас молились ответа него вы что-то делать это не было и вот вы должны понять что где-то есть эта мысль которая вас поднимет вот иногда вот я в своей жизни вспоминаю когда я я переживал какие-то атаки на свое тело ему мне после 30 лет очень сильно делал атаковал моё тело стресс постоянно был рост знаете удавалось себя знать и много вот знаете переживаний всего прочего много критики и я тогда был не готов к этому и вот я встречал это все и она и они был к этому готов и вы знаете потом я начал находить себе мысли что бог невозможно сделать возможно вот я нашел мысль в библии не существующий бог называют как существующая и я вот стану эту мысль не существующие бог называет как существующие и все и я начал просто понимать что у тупо в рамо тело было а мертвым уже практически но он поверил и вот я стал на это основание и я вам скажу и вы становитесь на основании несуществующие бог несуществующие называют как существующие и время прошло и мое тело все полностью представляете она изменилась что с ним произошло я не знаю но бог он как будто поменял все клетки он все сделал делал меня здоровым сильным энергичным и благословенным и все это началось смысле ваша мысль является началом какой-то жизни ваша мысль является как будто источником какой-то реки которая будет потом течь вашей жизни поэтому вы должны понимать ваша мысль очень-очень важно ваша мысль это начало начало какой-то жизни начала какого-то можно сказать какого-то рожденного потом в рожденную вашу жизнь события да и не просто события можно сказать линии жизни поэтому вы сами чертите эти линии жизни и линии судьбы своими мыслями поэтому то что вы начинаете думать вы начали дождь это плохое и нет не дай бог и что произошло и потом следствие плохие мы начали верить страх бояться что не получится и потом так и получилось вы начали думать что вы не справитесь и так и вышло вы начали просто допускать какие-то вот мысли поражение вины чувствую вообще полного падения какого-то и все неуверенность и все убирать это все зарождать и мысли которые станут началом великой жизни я благословляю вас аллилуйя пусть мир божий будет с вами